Сегодня 7 февраля. 7 февраля 1865 года в Самарской губернии было введено в действие положение о губернских и уездных земских учреждениях. Этот документ положил начало местному самоуправлению, были созданы земства. Именно через земскую деятельность крестьянин, получивший свободу, учился, перефразируя известного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, быть гражданином. 7 февраля 1914 года в Самаре с лекцией «Искусство наших дней» выступил известный русский поэт, писатель, драматург, один из наиболее ярких представителей раннего символизма Федор Кузьмич Тетерников, он же Федор Сологуб. Лекция была проиллюстрирована чтением поэтических произведений. Имя автора и тема привлекли на мероприятие около тысячи человек. А еще 7 февраля 1914 года можно считать днем рождения великого Чарли Чаплина, но не самого актера, а бессмертного образа – бродяги с усиками, в мешковатых брюках, с тростью и котелком. В тот самый день на экраны в США вышел короткометражный художественный фильм «Детские автогонки в Венеции», в котором Чарли Чаплин впервые появился в этом облике. 7 февраля в разные годы, а порой и столетия, появились на свет российская императрица Анна Иоанновна из династии Романовых, английский писатель, классик мировой литературы Чарльз Диккенс, российский киноактер, продюсер и художник Константин Крюков, а также любимая многими певица Анита Цой и прочие знаменитости. Список февральских именинников сегодня пополнили Александр, Анатолий и Филипп. В народном календаре сегодня Григорьев день или Григорий весноуказатель. В плане прогнозов погоды это, пожалуй, самый интересный день. Если все предыдущие февральские приметы предсказывали характер предстоящей весны, то Григорьев день, вернее его погода, позволяла заглянуть далеко вперед. В народе говорили, каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Считалось также, что если на Григория выпадет снег, то следующая зима настанет нескоро. А вот пению синиц в Григорьев день не радовались. Это означало, что в феврале еще ударят морозы. Кроме того, в этот день в русских селах полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О собственных хороших поступках наши предки не рассказывали. Творить добро нужно было не для показухи, а для души. Таким был седьмой день февраля в истории. Всего вам самого доброго!